Тема 21. Российская империя в начале XX века. На путях к революции. Параграф 1. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие. Вступление на престол Николая II в 1894 году породило участие российского общества надежда на возможные либеральные перемены. Однако уже одно из первых публичных выступлений царя, состоявшееся в январе 1895 года в Ваничковом дворце, развеяло эти иллюзии. Николай принял депутацию дворянства, деятелей земств и городов. В своей речи он заявил о бессмысленных мечтаниях среди земства и подчеркнул, что всячески будет охранять начало самодержавия. Это навсегда определило отношение к нему со стороны интеллигенции. Правительство толкало либералов на путь создания оппозиционной политической организации. Постепенно стал необходим печатный орган, пропагандирующий освобождение от политического гнета. С 1902 года началось издание журнала «Освобождение». В ноябре 1903 года в Москве оформилась нелегальная организация либеральных земских деятелей – Союз земцев-конституционалистов. В начале января 1904 года в Петербурге нелегально заседал Учредительный съезд Союза освобождения. В октябре 1905 года на основе этих двух союзов была образована Конституционно-демократическая партия – Кадеты. Своей целью партия ставила в введение в Россию конституционные монархии. Ведущие роли в партии играли Милюков, Кокошкин, Муромцев, Котлеровский, Набоков, Владимир Вернацкий, Шаховской и ряд других видных общественных деятелей. Правое крыло Союза земцев-конституционалистов стало ядром Союза 17 октября или партии октябристов. Ее лидерами стали Гучков, Шипов, Корф, выступавшие за упразднение неограниченного самодержавия, но против парламентского строя. В начале XX века в полный голос заявили о себе и российские социал-демократы, выступавшие за свержение монархии, провозглашение демократических свобод и улучшение положения рабочего класса. Первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии РСДРП состоялся в 1898 году. С 1900 года в Лейпциге стала издаваться газета «Искра», в редакцию которой вошли Плеханов, Владимир Ульянов, Ленин, Акселерот, Засулич, Мартов, Потресов. Однако в 1903 году на втором съезде РСДРП произошел раскол партии на два течения – меньшевиков, сторонников Мартова, и большевиков, сторонников Ленина. Особое место в политической жизни России занимала партия социалистов-революционеров – эсеров, организационно оформившаяся на своем первом съезде в декабре 1905-январе 1906 года. Но еще до этого эсеры осуществили ряд громких убийств – министр внутренних дел Сипягина в 1902 году и Плеве в 1904 году, великого князя Сергея Александровича в 1905 году и других. Лидерами партии в это время были Брешко-Брешковская, Гершуни, Савенков. Террористической деятельностью члены боевой организации партии эсеров пытались внести смятение в правящий лагерь и заставить его пойти на уступки. Главным в программе эсеров стал земельный вопрос. Экономическая жизнь России рубежа 19-20 веков неразрывно связана с именем выдающегося государственного деятеля Сергея Витте. В первой половине 1892 года он был министром путей сообщения и проводил политику, направленную на выкуп частных железных дорог и концентрацию их в руках государства. В 1890-е годы протяженность вновь построенных железных дорог составила 23 тысячи километров, больше чем за 20 предыдущих лет. В год строилось в среднем свыше трех тысяч километров путей. Это позволило создать в России к началу 20 века разветвленную железнодорожную сеть протяженностью около 50 тысяч километров, уступавшую лишь США. С августа 1892 года и по 1903 год Витте занимал один из ключевых постов в правительстве – министра финансов. При нем в 1894 году была введена винная монополия и осуществлена денежная реформа 1897 года. Путем увеличения налогов, добычи и покупки золота, заключения внешних займов, Госбанк сумел значительно увеличить золотую наличность. В результате в качестве монетной единицы был принят золотой рубль. Обеспеченные золотой наличностью кредитные билеты обменивались на золото без ограничений. В целом 1890-е годы стали временем промышленного подъема в России. Выпуск продукции тяжелой промышленности увеличился за это время почти в три раза, легкой – в 1,6 раза. Производство стали, например, возросло с 16 миллионов пудов до 116 миллионов пудов. Россия вышла на первое место в мире по добыче нефти. Однако на рубеже XIX-XX веков не только российскую, но также европейскую и американскую экономику поразил тяжелый кризис. В поисках выхода из него государства Европы и Азии повели борьбу за приобретение новых территорий. Параграф 2. Русско-японская война и революции 1905-1907 годов. Особой остротой к началу XX века отличались противоречия России с Японией, США, Англией, Францией и Германией из-за территории Китая. Россия еще в 1896 году подписала с Китаем договор об оборонительном союзе и о постройке через территорию Маньчжурии, северо-восточный Китай, китайско-восточной железной дороги, КВЖД. Сфера интересов России была также Корея. В 1903 году Япония предложила России отказаться от попыток утвердить там свое влияние, взамен Россия получала свободу действий в Китае. Это предложение Японии осталось без ответа. К проблемам внешнеполитического характера добавлялись многочисленные сложности внутриполитического свойства, прежде всего рост революционного движения. По мнению ряда государственных деятелей того времени, таких как министр внутренних дел Плеве, разрядить ситуацию могла бы маленькая победоносная война. При этом совершенно упускалось из виду то обстоятельство, что ядро боевых сил России располагалось далеко от будущего театра военных действий. Подвозить войска и технику можно было только по транссибирской магистрали, которая имела низкую пропускную способность. Военные действия начались в январе 1904 года, когда японцы напали на русскую эскадру у крепости Порт-Артур. Одновременно они атаковали у корейского порта Чимульпо русский крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Капитан «Варяга» Всеволод Руднев принял бой. Хотя вырваться из порта суда не смогли, врагу они не сдались. «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван. В апреле 1904 года подорвался на мини и затонул броненосец «Петропавловск», на котором находился главнокомандующий Тихоокеанской эскадры вице-адмирал Макаров. В июле 1904 года началась героическая оборона русскими войсками Порт-Артура, продолжавшиеся 157 дней. 1905 год также не принес ожидаемых побед. В сражении под Мукденом, проходившем в феврале-марте, русская армия под командованием генерала Куропаткина была разбита, дух ее сломлен. Завершающим аккордом войны стало Цусимское морское сражение, в котором в мае 1905 года русская эскадра оказалась разгромлена японским флотом. Неудачную для России войну венчал мирный договор, подписанный Витта в американском городе Портсмуте 23 августа 1905 года. По договору Россия уступала Японию южную часть Сахалина, города Порт-Артур и Дальний. Корея и южная Маньчжурия становились сферой влияния Японии. Дипломатические заслуги Витта были высоко оценены Николаем II, который удостоил его графского титула. Однако в общественном мнении России за Витта закрепилось ироничное прозвище графа Полусахалинского. Война с Японией ускорила Первую Российскую революцию. После известия о поражениях русских войск усилились волнения на заводах и фабриках. В начале января 1905 года в Петербурге бастовало до 150 тысяч рабочих. 9 января 1905 года стало кровавым воскресением царствования Николая II. В этот день около 140 тысяч человек вышли на улицы и двинулись к Зимнему дворцу, стремясь вручить царю петицию со своими просьбами. Толпы народа были встречены войсками. В результате произведенных расстрелов было убито свыше тысячи человек, ранено около двух тысяч. Многочисленные выступления захлестнули армию. Так, в июне 1905 года на броненосце Потемкин вспыхнуло восстание моряков. В октябре-ноябре Севастопольское восстание, возглавлявшееся лейтенантом Шмидтом, охватило 10 кораблей. В июле 1906 года восстали моряки Кронштадта и крепости Свеоборг в Финляндии. Чтобы успокоить волнение, 6 августа 1905 года был издан указ о созыве выборного совещательного органа Думы, которая получила название Булыгинской по фамилии министра внутренних дел Булыгина. Однако собрана эта Дума так и не была. Революция нарастала. Начали возникать советы рабочих депутатов в Иванове, Петербурге, Москве. Царь вынужден был пойти на новые уступки. Под руководством Витте был составлен манифест, который Николай II подписал 17 октября 1905 года. Этот документ означал конец неограниченной монархии в России. 27 апреля 1906 года в Петербурге торжественно открылось заседание Первой Государственной Думы, избранной по закону от 11 декабря 1905 года. Избирательных прав в процессе выборов не имели женщины, солдаты, матросы, а также деревенские батраки. Права Думы были ограничены. Все принятые ею законы могла отвергнуть Верхняя Палата Парламента, Государственный Совет. Среди 524 депутатов Думы свыше 30% были членами партии кадетов. Председателем Думы стал кадет Муромцев. Главным вопросом для депутатов стал аграрный. Пытаясь его обсуждать, Дума переступила дозволенную грань, обещая дать землю крестьянам. В результате 8 июля 1906 года Первая Государственная Дума была распущена. В знак протеста около 200 депутатов отправились в Выборг и приняли там Выборгское воззвание, призывавшее население к пассивному сопротивлению режиму. Вскоре подписавшие воззвание были арестованы, осуждены на трехмесячное заключение и лишены избирательных прав. Выборы во Вторую Государственную Думу проходили по тому же избирательному закону, что и выборы в Первую Думу. Однако новый состав парламентариев оказался еще более левым. Более 40% мест в Думе получили эсеры, социал-демократы и трудовики. Председателем Думы стал кадет Головин. На этот раз кадеты выдвинули лозунг «Беречь Думу», призывая не делать необдуманных шагов. 20 февраля 1907 года Дума открыла свои заседания. Центральным для депутатов вновь стал аграрный вопрос. Политика правительства была направлена на досрочный распуск Думы. В результате уже 1 июня 1907 года министр внутренних дел Столыпин потребовал ареста части депутатов-социал-демократов, обвинив их в заговоре против власти. В ночь на 3 июня они были арестованы. В тот же день был опубликован новый избирательный закон, дававший значительные преимущества на выборах представителям обеспеченных сословий. Происшедшие события окрестили Третьей июньским государственным переворотом, поскольку закон о выборах могла менять только Государственная Дума. События 3 июня 1907 года стали окончанием революции. На выборах в Третью Думу, просуществовавшую весь отведенный ей срок 1907-1912 годы, победу одержали представители правых сил, а саму Думу прозвали Столыпинской. Параграф 3. Преобразование Петра Столыпина В годы Первой русской революции Столыпин был саратовским губернатором и стал известен как решительный борец с крестьянскими волнениями. Уже тогда революционеры приговорили его к смертной казни. 26 апреля 1906 года, вызвав Столыпина в Петербург, Николай II назначил его на пост главы Министерства внутренних дел. Вскоре 8 июля 1906 года, сохранив за собой должность министр внутренних дел, Столыпин стал председателем Совета министров. Суть своей государственной деятельности он изложил одной фразой «Сначала успокоение, а потом реформы». В ходе революции 1905-1907 годов стало ясно, что сохранить прежние положения дел в деревне невозможно. До 1905 года государство поддерживало общину, в которой земля делилась по числу едоков. Однако в ходе революционных потрясений обозначилось напряжение между общиной и частной собственностью помещиков. Крестьянам в общине земли не хватало, и они все чаще посматривали в сторону дворянских имений. В 1905 году участились случаи погромов дворянских усадеб. Замысел Столыпина состоял в том, чтобы крестьянина освободить от общинного строя и сделать частным собственником. Крестьяне при этом превратились в маленьких помещиков, став прочной опорой режима. Указ о начале земельной реформы был принят 9 ноября 1906 года в обход Государственной Думы. Крестьяне получали право выйти из общины со своей землей. Они могли также продать ее. Однако, несмотря на правительственные меры, значительная часть крестьян выходить из общины не спешила. До 1917 года из общины вышло только 26% крестьян. Община сумела сохранить 85% своих земель. Переселенческая политика правительства, направленная на снижение земельного голода, также не дала существенных результатов. В 1906-1914 годах за Урал переселилось 3,1 миллиона крестьян, но 17% из них не прижились на новых местах и вернулись обратно. Столыпин стремился проводить активную политику русификации нерусских народов Российской империи. Он не скрывал своих националистических убеждений. При нем закрывались польскоязычные школы, насаждались муниципальные учреждения с преобладанием русских служащих. На Украине шла насильственная русификация прессы и высших учебных заведений. С целью укрепления русских позиций в западных губерниях, где в экономике преобладала польская шляхта, Столыпин внес в Третью Думу законопроект об введении земств в девяти западных губерниях. При этом преимущество на выборах должно было получить русское население. Председателем земской управы мог стать только русский, а число гласных поляков в земском собрании не должно было превышать 30%. В 1911 году закон о введении земств в западных губерниях вступил в силу. Сделано это было в обход Государственной Думы и Государственного Совета, что продемонстрировало явное пренебрежение власти к собственным учреждениям. Отношение к Столыпину со временем становилось все более враждебным со стороны как Николая II, так и либеральных кругов российского общества. Избавиться от реформатора стремились и революционеры. В результате 1 сентября 1911 года Столыпин был смертельно ранен анархистом Багровым, служившим секретным сотрудником в Киевском охранном отделении. 5 сентября Столыпин скончался. Параграф 4. Россия в Первой мировой войне. Надвигающийся кризис органов государственной власти был приостановлен благодаря патриотическому подъему в различных слоях общества, вызванному вступлением России 19 июля 1914 года до 1-го 14-го февраля 1918 года все даты приводятся по старому стилю. В мировую войну. Большинство населения, государственных деятелей в стране, придерживались в тот момент ура-патриотических настроений. Для менталитета личного состава русской армии летом-осенью 1914 года была характерна формула «за веру, царя и отечество». Правящая верхушка страны не без основания рассчитывала на патриотический подъем народа, стойкость, мужество и преданность идеи освободительной войны против германского рабства, за счастье славянских народов. Не случайно, что по первому зову 96% подлежащих призыву явились на мобилизационные пункты. Компания 1914 года на Восточном русском фронте началась с Восточно-прусской операции. Россия вступила в войну, не успев полностью закончить мобилизацию своих сил. Тем не менее, верные обязательства данным союзникам по Антанте, Англии и Франции, русская армия начала наступать уже в августе. После первых успехов в Восточной Пруссии армии генерала Ренненкамфа русское командование не сумело правильно оценить обстановку. Был сделан вывод, что германские части разгромлены и отступают. Однако командующий немецкой армией генерал Гинденбург, перегруппировав свои войска, предпринял контрнаступление. Пассивность Ренненкамфа привела к тому, что Вторая русская армия под руководством генерала Самсонова была окружена и разгромлена, а ее командующий застрелился. В сентябре 1914 года немцы вытеснили российские войска за пределы Восточной Пруссии, хотя полностью разбить их не смогли. Одновременно, в августе-сентябре 1914 года, боевые действия русских армий разворачивались в Галиции. Там австро-венгерские войска понесли тяжелые потери и вынуждены были отступить, потеряв до 400 тысяч человек, включая 100 тысяч пленными. В 1915 году германское командование приняло решение о перенесении главного удара с западного, французского, на Восточный фронт. Число германских дивизий увеличилось здесь в четыре раза. Россия оттянула на себя более 60% сил германского блока. Результатом этого стала череда поражений русской армии, которая оставила Галицию. Фронт откатился на восток на 200-300 километров. Неудачный ход боевых действий привел к кадровым перестановкам. Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, младший, в августе 1915 года был смещен со своего поста и отправлен на Кавказ, где России противостояла Турция. Во главе русских армий встал Николай II. Обязанности начальника штаба Ставки принял на себя генерал Алексеев. Причиной катастрофических поражений 1915 года было то, что расчеты снабжения армией, составленной военным ведомством, оказались занижены. В результате русские войска с первых дней войны ощутили недостаток винтовок, патронов, орудий, снарядов, средств связи и так далее. Ошибки командования, огромные потери и неудачи на фронте серьезно отразились на моральном состоянии как армии, так и всей страны. Наиболее яркой страницей войны на Восточном фронте в 1916 году стало наступление русских войск под командованием генерала Брусилова, продолжавшейся с мая по октябрь. В результате вся Буковина, значительная часть Восточной Галиции, оказались очищены от австро-венгерских войск. Только убитыми и ранеными в ходе Брусиловского прорыва противник потерял до полутора миллионов человек. Однако до полной победы над врагом было очень далеко. За годы войны армия претерпела существенные изменения. Пехотные полки по несколько раз обновляли рядовой и офицерский состав. Пехота, или инфантерия, являясь основным родом войск, оказалась изрядно потрепанной еще во время летнего отступления 1915 года. К осени 1917 года кадровые офицеры составляли лишь около 4% от всего офицерского корпуса русской армии, а остальные 96% являлись офицерами военного времени. Официальные сводки штабов и армий свидетельствовали об изменении отношений солдат к войне, о падении дисциплины в войсках. Стремление к миру, скорейшему окончанию войны, становится главным в настроениях армии. Это стремление проявлялось в различных формах. Широкий размах приобрело братания и дезертирство. Последнее, как форма протеста широких масс против войны, охватило к 1917 году до 2 миллионов человек. Параграф 5. Кризис верхов. Империалистическая война вопреки ожиданиям приобрела затяжной характер. Уже в 1915 году в либеральных слоях общества стала возревать мысль о том, что не следует безоговорочно поддерживать правительство. Критика царя и его окружения становилась все более острой. По свидетельству французского посла в России Мариса Палеолога, во второй половине 1915 года русская пресса начала активно рассказывать о темном происхождении, воровстве, кутежах, разврате, интригах и скандальных связях с высшим обществом Григория Распутина, авантюриста, стоявшего за спинами царя и царицы. Характерной чертой предреволюционной России стали многочисленные, но непоследовательные изменения в составе правительства. 9 февраля 1916 года по указу Николая II возобновились заседания Государственной Думы. В этот день царь в первый и последний раз посетил российский парламент за все время его существования. Всем было ясно, что это лишь политический трюк, имевший целью расположить Думу к новому премьеру Штюрмеру, которому удалось занять место Горемыкина. Историческое развитие предреволюционной России было отмечено сочетанием пережитков полукрепостнического строя и сословных отношений с элементами капиталистической, модернизации, экономической, политической и культурной сферы. В российском обществе рыночные отношения переплетались с докапиталистическим хозяйствованием крестьянского двора и помещичьим землевладением. В политической жизни ведущая роль принадлежала государственному аппарату, в котором преобладали представители дворянского сословия и крупные землевладельцы. Противоречия, сохранившиеся в стране после революционных событий 1905-1907 годов, не были устранены. Настала поляризация низов и верхов населения. Россия стояла на пороге новых революционных потрясений. Редактор субтитров А.Семкин